МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 9 ноября. В студии работает Андрей Тенн. Это аккуратно о главных событиях. Несколько месяцев длится тяжба жителей улицы Татимбеда со строительной компанией Куралес. Жители вышли на вынужденный сход, чтобы привлечь внимание городских властей. Новые противоопухолевые и гемофильные препараты выпускает Карагандинский фармацевтический комплекс. С полным циклом производства этих препаратов ознакомили журналистов в ходе пресс-тура. Участники международного проекта «Мейкатон» приступили к изготовлению своих изобретений для людей с ограниченными возможностями. В медицинском университете стартовал второй этап проекта. Несколько месяцев длится тяжба жителей улицы Татимбеда со строительной компанией Куралес. С этой проблемой разбирались депутаты Карагандинского городского маслехата, но она остается нерешенной и сегодня. Жители вышли на вынужденный сход, чтобы привлечь внимание городских властей. В конфликте разбирался Сергей Высокосов. Как-то так сложилось, что чиновники и граждане разделились на два лагеря – они и мы. Тому яркое подтверждение непонимания в конфликте между строительной компанией Куралес и жителями улицы Татимбеда. Последние озабочены тем, что забор на месте очередной строки преградил доступ школьникам к единственной в этом районе пешеходной тропинке. Дальше больше. Люди опасаются, что строительство новой многоэтажки может повлечь за собой разрушительные последствия для близлежащих домов. Перебои с электричеством, трещины на фасадах, подтопления. А жильцы дома номер 5-2 и вовсе боятся, что их дом повторит печальную участь без сабы. КСК прибежало, говорит, а ничего, тут ниточки, а не страшно, мы замажем. Если у человека треснула кость, а вы говорите, давайте мы макияж сделаем, кость не перестанет болеть и кость не излечится. Но косметическое замазывание трещин никого не устраивает. Всех волнует, что обещание построить смартиную площадку вместо девятиэтажки просто забылось. У нас у жителей вопрос возник, как вообще госэкспертиза могла им выдать разрешение, если мы сейчас видим, что нарушение идет пожарной безопасности, это раз. Второй момент, по инсуляции, по освещению, тоже не были предоставлены, насколько я знаю, утверждать не буду, по инсуляции тоже по освещению. То есть пострадают жители двух домов. А забор застройщик установил впритык к забору дома номер 5-2 на улице Татимбета, что является нарушением правил пожарной безопасности. Жители доказывают, что было изменено целевое назначение земельного участка за домом номер 5-2 по улице Татимбета. Раньше вместо девятиэтажного дома генеральным планом застройки предусматривалось строительство спротивной площадки с подземным паркингом. Представитель строительной компании заверил, что разрешение на строительство застройщик уже получил. Дом это был еще с советских времен, по ПДП, по всему планировке. Там одноподъездный должен был стоять десятиэтажный дом и детская площадка. Вот и все. Сейчас там будет стоять двухподъездный девятиэтажный дом с детской площадкой. Вот и все. Вопрос, кто разрешил поменять целевое назначение, остается открытым. Это волнует всех жильцов. Сейчас от застройщика люди слышат только слова, но не видят документов, насколько все обосновано. По завершении строительства здесь будет детская площадка и проход, заявляют застройщики. На сход были приглашены представители Акимата района имени Казабиби, отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ночной грабитель умер во время задержания. В социальных сетях активно распространяется видео, на котором очевидцы заявляют о том, что мужчина скончался в результате действий полицейских. Пресс-служба областного департамента внутренних дел прокомментировала данный инцидент. Лежащий на асфальте 25-летний мужчина – предполагаемый грабитель, который двумя часами ранее избил и забрал телефон у 19-летнего жителя Караганды. В 22.30 сотрудники полиции заметили подозреваемого в 23 микрорайоне. При задержании подозреваемый пытался оказать активное вооруженное сопротивление. Один из полицейских приемом самбо повалил мужчину на землю. Вот как очевидец описывает события. По понятным причинам жительница этого дома скрывает свое лицо. Я испугалась. Он сначала кричал «братва, помогите», а потом начал говорить «мне больно, очень сильно больно», а потом пошел хрип, и когда тот ударил его, он вообще прилег из-за машины, белая машина стояла. Он там уже загнулся, уже под колесами, можно сказать, под белой машиной лежал. Я уже ничем не могла помочь. Когда стражи порядка стали поднимать его к машине, то заметили, что он был без сознания. По приезду скорой медицинской помощи врачи констатировали смерть. По факту оказания сопротивления, по факту смерти подозреваемого зарегистрировано в едином реестре досудебным расследованием. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила, внезапная сердечная смерть. В настоящее время похищенный телефон не изъят. Информация о скрытии сотрудников полиции с места преступления не соответствует действительности. В момент задержания следственного оперативного группы была в полном составе. По информации пресс-службы областной прокуратуры, по данному факту, прокуратурой Октябрьского района Караганды начато расследование по статье Уголовного кодекса убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Ход расследования находится на контроле прокурора Карагандинской области. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Балхаше участили случай жестокого обращения с животными. Жители дома на улице Сейфулина утверждают, что их соседка скинула семь щенков с балкона пятого этажа. Четыре собаки погибли на месте. Остальные получили ушибы и переломы. Волонтеры написали заявление в полицию. Заведено уголовное дело. 12-летняя Дельнас Мусаханова показывает место, где вчера наткнулась на страшную находку. На земле возле ее дома лежали семь щенков, четверо из которых были мертвые. Троих девочка и другие соседи позже разобрали по домам. Другие дети кричали, что щенят выкидывают с пятого этажа. Я испугалась. Подошла, смотрю, щенята лежат. Этого забрала себе. Жалко стало. По версии местных жителей, щенков могли выбросить из квартиры на пятом этаже. Там держат собаку, которая недавно ощенилась. Хозяйка квартиры отвечать на вопросы журналистов отказалась. Позже от полученных травм умер еще один щенок. Двое выживших нашли своих новых хозяев. Меня позвала соседка. Вышел во двор, смотрю, щенки лежат. Вот одного забрал себе. Помыл. Теперь буду ухаживать за ним. Жители многоэтажки сообщили о случившемся волонтерам приюта ЧИП. Они отвезли тела собак к ветеринару. Врач подтвердил, что щенки, которым не было и месяца, погибли от травм, полученных при падении с высоты. После защитники животных обратились в полицию. Когда мы с участковым поднялись на пятый этаж, где бросали по словам жителей щенков, она нам двери не открыла. Потом мы поехали в ГУВД и написали на нее заявление. Пока это все расследуется. Полицейские завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Между тем, жительница той самой квартиры заявила, что никого не выбрасывала, а щенки сами выпали из окна. Стоит отметить, что это второй громкий случай жестокого обращения с животными в Балхаше за последнее время. Не так давно местный житель ножом зарезал собаку породы хаски. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Успей закупиться в магазинах «Скиф» с 6 по 19 ноября. Цыпленок табака «Акнар» 1 килограмм 679 тенге. Сервелат «Дас» 1 килограмм 1175 тенге. Крупогречневая «Царская Павлодарская» 700 грамм 249 тенге. Чай «Пиала Голд» 25 пакетиков 159 тенге. «Скиф» просто сравнит цены. Новые противоопухолевые и гемофильные препараты выпускает карагандинский фармацевтический комплекс. Препараты прошли длительные этапы доклинических и клинических исследований и в скором времени будут доступны широким слоям населения. С полным циклом производства этих препаратов ознакомили журналистов в ходе пресс-тура. Здесь проходит мойку водой инъекционной, обдувку и затем поступает в стерилизационный туннель. Там происходит стерилизация, диперегенизация. То есть флакон нагревается до 300 градусов. Специалисты Карагандинской фармацевтической компании подробно рассказывают о процессе производства лекарственных препаратов. После длительных доклинических и клинических исследований в массовое производство поступают новые противоопухолевые и гемофильные препараты. «Это сложный процесс. Мы отшляем трансфер лекарственных препаратов, высокоэффективных, которые доказали свою эффективность. То есть уже данный препарат является разработкой российских биотехнологических компаний. Они уже имеют положительный опыт применения, использования не только в России, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. И потом мы будем так линейку освоения, трансфера технологий по препаратам увеличивать». В сентябре нынешнего года Карагандинский фармацевтический комплекс инспектировали специалисты комитета формации Министерства здравоохранения на соответствии требованиям стандарта GMP. Итогом инспекции стала выдача сертификата. Он подтверждает надлежащую организацию производства и контроля качества лекарственных средств, соответствующую международным стандартам. Стоит также отметить, что данные препараты, в частности для лечения гемофилии, будут закупаться государством. «Препараты для лечения гемофилии, они очень дорогие. И пациент, у кого такой диагноз, он не может себе позволить из своего кармана выделить эти средства. Поэтому это политика Министерства здравоохранения, политика правительства, чтобы вот эти препараты именно закупались за счет, ну, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». Снизить зависимость отечественного фармацевтического рынка от зарубежных производителей, сделать более доступными важнейшие лекарственные препараты – такова главная задача, которую преследует Ассоциация фарм-мединдустрия Казахстана. «Если в целом фармацевтический рынок, он составляет порядка 1,3 миллиарда долларов США, это по итогам прошлого года, 2016 года, то доля казахстанской промышленности составляет, казахстанских предприятий составляет 10-12 процентов от общего рынка, это по стоимостным объемам. Если сравнивать уже в натуральном выражении, то доля казахстанских производителей составляет 30 процентов. Это связано с тем, что казахстанская продукция зачастую дешевле и доступнее по ценам, и естественно, поэтому в натуральном выражении мы занимаем большую емкость на внутреннем рынке». Карагандинский фармацевтический комплекс является инновационным производством, оснащенным новейшим технологическим оборудованием. Производственные цеха построены с учетом требований международных стандартов. Номенклатура препаратов ориентирована на лечение таких социально значимых болезней, как гемофилия, онкология, вирусные гепатиты, сахарный диабет. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Компания ArcelorMittal Timurtao продлила срок коллективного договора. Об этом стало известно в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, на котором обсуждалась деятельность профсоюза в Карагандинской области. Напомним, что яблоком раздора между правлением и трудовым коллективом ArcelorMittal Timurtao стал трудовой договор в новой редакции. В нем не были отражены социальные льготы, прописанные в прежнем колдоговоре. Ситуация между правлением и профсоюзами угольщиков Коргаo и металлургов Жактаo накалилась до предела. В трудовых коллективах шли разговоры даже об акциях протеста. Благодаря переговорам между сторонами к генеральным директорам компании ArcelorMittal Timurtao Парамжит Калон было подписано соглашение о продлении сроков действия коллективного договора. Он будет работать до 31 декабря 2017 года. За оставшиеся три месяца правления компании и профсоюзов должны согласовать пункты нового единого коллективного договора. В заключенном соглашении сказано, что если стороны не придут к единому мнению по индексации заработной платы и выплаты вознаграждения по итогам за отработанный 2017 год, так называемая 13-я зарплата, то действия этих пунктов старого коллективного договора будут действовать и в 2018 году. Лидеры профсоюзов также отметили, что на предприятиях области, где имеются профсоюзы, в два раза сократилось количество трудовых конфликтов. Особое внимание на брифинге уделено проблеме аутсорсинга или заемного труда. Профсоюзы едины во мнении – аутсорсинг необходимо запретить на законодательном уровне. О том, что зачастую работодатели выводят собственных работников на так называемый аутсорсинг, впоследствии нанимают через иное юридическое лицо, к себе же на предприятии, и таким образом работники вынуждены соглашаться на снижение заработной платы, снижение социальных льгот и гарантий. Сегодня Федерация профсоюзов совместно с социальными партнерами мы уже пришли предварительно к следующему выводу, что необходимо законодательно запретить заемный труд. Это должно быть внесено в Трудовой кодекс. Данный вопрос будет внесен на Республиканскую трехстороннюю комиссию и в случае одобрения будет внесен Трудовой кодекс. Одну из основных задач своей работы профсоюзный центр Карагандинской области видит в подписании коллективных договоров во всех организациях региона. Были приведены цифры, если практически на всех крупных промышленных предприятиях коллективные договоры уже подписаны, то вот на мелких предприятиях еще только предстоит убедить в этом Трудовой коллектив. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Второй этап международного проекта «Мейкатон» стартовал в Карагандинском медицинском университете. В течение 72 часов участники будут воплощать в жизни свои изобретения, направленные на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями. Участниками проекта являются студенты, преподаватели, медики, инженеры, робототехники и другие специалисты со всего Казахстана. Изобретатели со всего Казахстана вновь собрались в Караганде для участия во втором этапе международного проекта «Мейкатон». Этот проект направлен на то, чтобы облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Изобретатели-новаторы могут представлять идеи различных приспособлений, способных решить какую-либо проблему инвалидов. Участниками проекта являются студенты, преподаватели, медики, инженеры, робототехники, IT и другие специалисты со всего Казахстана. Месяц назад в ходе первого этапа участники разрабатывали свои изобретения. В ходе 72-часового марафона, который стартует 10 ноября, изобретатели будут уже воплощать свои идеи в жизнь. Начиная с 10 по 13 ноября будет, собственно, сам этот процесс воплощения прототипов со своей стороны. Мы предоставляем все материалы, мы предоставляем экспертную поддержку. То есть вокруг команд ребят будут эксперты и технического плана, и медицинского плана. То есть для того, чтобы этот прототип был максимально полезным. «Мейкатон Том» – это международный социальный проект, объединяющий людей с ограниченными возможностями и изобретателей с целью создания удобных в использовании гаджетов. Проект реализуется Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Республике Казахстан в партнерстве с Акиматом Карагандинской области при поддержке Карагандинского государственного медицинского университета. Вот этот формат – мозговой штурм, трехдневный, трехсуточный – это очень подходит для молодой энергии, потому что в этом есть определенная романтика, во-первых. Во-вторых, это возможность вне каких-то рамок официальных или установленных ролей, которые выполняют, допустим, студенты или даже те же наши заказчики, недновые, да, вне этих рамок уже установленных ролей в обществе начать думать по-новому. Правда, по-новому. Потому что, извините, самая сумасшедшая идея – можно найти воплощение и реализоваться так, что человеку может показаться новая жизнь и новые смыслы появиться в жизни. Финалистов и победителей конкурса ждут призы, главный из которых – возможность коммерциализировать свой прототип. Возможно, уже через несколько лет изобретения, появившиеся на свет в стенах Карагандинского медицинского университета, станут повседневными у людей с ограниченными возможностями. Марафон будет проходить три дня. Лучшие прототипы будут объявлены в понедельник, 13 ноября. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В здоровом теле – здоровый дух. Ювенальная полиция Карагандинской области проводит мероприятие для создания здоровой атмосферы в подростковой среде. Традиционная спартакиада по мини-футболу состоялась в физкультурно-спортивном обществе «Динамо». В ней приняли участие подростки со всей Карагандинской области. Спартакиада нацелена на привитие подросткам любви к здоровому образу жизни. Как отмечают сотрудники полиции, отсутствие достойного примера является главной причиной правонарушений среди несовершеннолетних. Тяга к спорту может стать отличным решением данной проблемы. Кроме того, такие мероприятия способствуют установлению доверительных отношений между сотрудниками полиции и подрастающим поколением. В рамках «Динамо» мы ежегодно проводим спартакиады среди трудновоспитанных подростков по различным видам спорта. Ведем средних разниц на работу совместно с другими сотрудниками о пользе спорта, о последней жизни для остановления личности, воспитания характера человека. Инициатива взрослых была тепло принята детьми. Александр Цибулин, приехавший из города Абая, неоднократно принимал участие в подобных спартакиадах. Своё будущее он связывает со спортом. Мне понравилось играть в футбол. Были хорошие противники. Скоро поступлю на тяжёлую атлетику, потом, может быть, пойду уже на бокс. Количество несовершеннолетних правонарушителей растёт, отмечают полицейские. Но отдел ювенальной полиции региона делает успехи в профилактике преступлений. Многие подростки смело смотрят в будущее. Некоторые из них собираются стать блюстителями порядка. На сегодняшний день у нас на учёте состоит за различные преступления больше тысячи подростков. И столько же неблагополучных семей, дети которых тоже находятся в таком трудной жизнью ситуации. Поэтому мы работаем не только как карательными методами. Штрафуем, наказываем, лишаем лицам прав, спешком направляем. Ну и стараемся тоже быть, будем говорить, как полицейский, как друг и защитник. Все пять команд будут награждены медалями и ценными призами. А победителя с большой вероятностью отправятся в столицу на Спартакеаду республиканского масштаба. Товжан Лянова, Жаслан Махлбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»